любимые приветствую вас давайте развернем наши сердца сияющее солнце расширяется растет и сегодня меня просит передать вам некое послание на тему спасителей мы говорили с вами неоднократно о том что божественного сознания все роли отыграны это у человеческого сознания в мире дуальности постоянно проигрываются те или иные роли божественном сознании когда вы выходите из мерности и градуальности роли спасителей также оставляют вас а точнее вы покидаете эти мерности и итак давайте посмотрим как выглядит наша планета в четырехмерном пространстве вы видите что ее бесконечно много бесконечно много и вот есть планета на которой идет война есть планета координата да и и где процветает рай есть множество множество различных сценариев их бесконечное множество и они все существуют одномоментно вне времени пространства божественное сознание есть наблюдатель который наблюдает одномоментно за настоящим будущем и прошлом как вы думаете как выглядит ваше тело в четырехмерном пространстве если таким образом выглядит планета безусловно ваше тело так же многомерно так же как и тело сознания и и так любимые давайте сегодня мы передадим вам максимально просто чтобы это за и горелась у вас и осталось с вами вашей памяти и и прослужила вам столько сколько сколько это будет вам во благо во благо представьте что есть координаты а1 а2 а3 а4 и так до бесконечности и вот вы смотрите сейчас на планету в ее четырехмерном пространстве давайте прежде уясним что это есть внутри вашего сознания просто вы проецируете своими глазами и видите это так как вы видите этого всего не существует эта планета и все эти тела и множество других планет все это внутри вас в вашем сознании и так любимые смотрим на планету в ее многомерности и представляем что вот одна планета а1 а2 а3 и так каждый имеет свою координату проходя из одной координаты в другую вы проходите через звезду вы все время ступаете через пятый элемент таким образом это есть портал и вы можете с пространство координата 1 перейти в пространство координат а2 а3 а4 а5 а3 миллиона и так далее человеческое сознание оно застревает в одной координате и ходит по кругу сознание божественное оно постоянно путешествует и не стоит на месте осознанно переходит из одного пространства в другое из одной координаты в другую но что же еще нам с вами известно а то что каждая координата это мерность мы перешли в одну координату через звезду все звезда пошла к нам под ноги мы оказались в мерности этой звезды где есть что то что вибрирует эта чистота на этой планете таким образом звезда за звездой под ногами образуют под нами некую платформу как шахматная доска по которой мы все время ходим все что есть в вашей жизни абсолютно все прописано здесь на этих платформах ваш вес рост цвет глаз ваши родители ваши дети все все прописано здесь в этих координатах таким образом не может быть не прописано того что у вас есть все до мелочей вы бы просто не могли бы здесь существовать быть проявленными если бы не было бы таким образом прописано все 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 семена все характеристики на этих платформах которые вы уже знаете как они называются да это наши сокровенные такие знания что мы видим дальше мы видим дальше что мы проходим таким образом и можем попасть на любую из этих планет на любую тем самым зная ключи и перемещаясь с одной координаты в другую есть планета где у вас есть то что вы желаете есть планета где у вас этого нету но это не планета это мерность это мерность проходя через звезду через портал вы оказываетесь в той мерности где это есть или этого нет что мы с вами еще здесь видим а видим мы следующее что каждая мерность каждая мерность это огромная сущность которая есть определенная частота давайте вспомним что все вместе эти планеты все тела это вся 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 бесконечная масса бесконечности да и всех мерности это есть одна единая сущность суть одна единая дух и он проявляет повсюду себя он один единый во всех мерностях на определенной частоте он есть все все насекомые все деревья все то все люди все звезды все сердца все тела все дети все предметы все есть он на определенной частоте таким образом он постоянно себя рождает и множит повсюду поэтому за каждым предметом за каждым человеком за каждым существом животным за каждой травой за каждым цветком за всеми деревьями за всем стоят сущности той или иной частоты как мы с вами говорим характеристики потому что это один и тот же проявляет себя и мы также с вами определенным образом это называем итак давайте же посмотрим например на координате а допустим возьмем 28 да это мерность например насекомых возьмем с вами мерность клещей это есть определенная мерность насекомых и у всех они вызывают разные эмоции разные чувства но так или иначе это просто такая чистота у нее ее свои характеристики но это не только насекомые мерность также есть и сущности такого же плана порядка которые стоят и за людьми вот так вот родные и дальше что мы смотрим это просто определенная мерность мерность не более того теперь давайте посмотрим на людей просто человеческим зрением вашим обычным можете выглянуть в окошко и посмотреть на людей смотрим можете представить в человеческом сознании это просто люди люди разрозненные которые ходят каждый по своим делам у каждого свои проблемы и так далее теперь мы поднимаемся выше поднимаемся родные и смотрим как наблюдатель убрав человеческие тела и мы видим что за каждым человеческим телом стоят сущности за каждым теперь давайте посмотрим на всю планету и мы видим что далеко не за каждым стоят ангелы стоят сущности разных порядков и вот на такой планете как наша с вами прекрасная планета земля эта планета для опытов проявляются существа различных цивилизаций только на этой планете их более миллиона собираются они сюда во время перехода был переход при атлантиде при гипербореи при шумерах сейчас переход который сопровождает золотые расы в золотое время таким образом мы видим что в это время перехода воплотилось как можно больше различных сущностей представителей различных цивилизаций и они находятся за грубо говоря за спинами людей человек само по себе тело оно не может существовать если в нем не присутствует дух дух тот или иной той или иной характеристики чистоты низковибрационно высоковибрационно неважно кто-то должен присутствовать кто-то должен да установить свою пирамиду потому что тело вот это тело сновидений тело это оно как гробница да оно находится всегда под пирамидой оно всегда как бы видоизменяется и может управлять даже множество множество различных пирамид и опять таки что это за пирамиды это души той или иной мерности сознания да есть изначальные мерности мы берем цветки первые да первичные воплощения и так далее в человеческом обличии есть например людоеды да и за ними стоят сущности еще низковибрационные и так далее таким образом различное множество людей как вы видите но людей нет есть только духи которые стоят за ними которые этими телами управляют божественное сознание осознанно находясь и в теле да и вне тела пирамидальных станций управляет своим телом вот в чем разница еще да осознанно управляет оно всегда за ним наблюдает и управляет потому что если не будет управлять оно то что произойдет конечно же этим телом начнут управлять другие примедальные станции то есть другие характеристики духа но дух один и тот же поэтому и говорят что все есть бог понимаете поэтому и все есть любовь потому что это бы не смогло бы жить воедино потому что только чистота любви сплавляет все и нижние и верхние миры и все 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 вместе кстати по нижним по верхним мирам любимые смотрите все есть едино все цивилизации все 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 боги которым вы когда-либо молились и так далее мы все есть одно единое и мы просто так в одно время договорились да что вот здесь мы в образе ангелов а вот здесь игры проходят на низковибрационных волнах вот вы многие осуждаете например да каких-то моментов людей ну различных тех же самых уголовников и так далее да но дело в том что все вы каждый из вас прошел эти пути где воплощение где вы убивали где вы были убитыми где вы воровали где воровали у вас для того чтобы прийти к полному освобождению необходимо было пройти все эти игры и они были пройдены и те на кого не воздействовали но в мире дуальности такого нету все воздействуют друг на друга но опять таки где нет воздействия то там проходит быстрее этот опыт и быстрее идет возвращение к изначальной точке к изначальной клетке памяти там где есть воздействие то конечно же это продлевается очень очень долго потому что например если человек выбрал какую-то болезнь он ее прописал в своих координатах точнее не человека сознание оно воплотилось в человеческом теле для того чтобы пройти эту карму это нужно это необходимо для того чтобы ее выровнять эта болезнь служит ему она ему служит поймите то же самое смерть то что вы называете смертью да когда дух выходит да покидает тело и идет дальше на перемещается в другие координаты и так далее и тому подобное родные смотрите воздействие воздействие когда вы думаете что вы хотите спасти излечить исцелить кого-то вы напротив мешаете понимаете вы мешаете вы входите в карму и когда вы покинете это тело и это тело покинет тот на кого вы воздействуете поверьте этот дух он просто так это не останется не уйдет в никуда это энергии они будут выравнивать и гармонизировать на человеческом плане это смотрится как месть даже как некая месть как некая отдача почему ты так поступил со мной я столько прошел чтобы воплотиться чтобы это пройти зачем ты на меня воздействовал зачем ты меня спасал мне это нужно было пойми мне это нужно было и конечно же потом вне тел происходят различные выравнивания на низковибрационных мерностях полях это ой родные любимые смотрим дальше давайте смотреть дальше вернемся к нашим клещам вот есть мерность клещей это не клещи находятся в вашем пространстве да и не люди которые носят сознание клещей вампиров паразитов да паразитарное а это если оно есть в вашем пространстве это вы находитесь у них дома знаете когда люди начинают играть в игры спасителя надо всех спасти надо спасти вот этого еще кого-то то всегда приводят пример такого плана поселите у себя дома у себя на теле клещей и спасите их потому что им нужна кровь чтоб они жили да чтоб у них было питание им нужна кровь но знайте что когда вы поселите их на теле это не вы поселите их в своем доме а это вы зашли в их мерность вы в их мерности находитесь а что же сделать чтобы не находиться в их мерности перво-наперво перестать в это играть Отпустить и принять, просто принять с любовью, просто принять, что это тоже Дух, просто вот в этой мерности, на этой чистоте, Он себя познаёт так, вот так, и всё. И тут не нужно Его спасать, Он просто такой, это такая Его суть, Его характеристика, Его чистота, Он хочет этим сейчас быть, Он хочет себя познать таким образом, всё. И что делаете вы, если вам это не нравится, не созвучно, вы, находясь в пространстве божественного сознания, а значит, меркаба, вы просто переходите в ту мерность, где этого нету, нету этого клеща, ни человека, за которым стоит такая сущность, ни самого насекомого, вы просто переходите в другое измерение. Поэтому в спасителей играть не нужно, не нужно, понимаете, когда вы говорите, нужно спасти всех, вы попадаете под очень, очень, очень сильную пирамидальную станцию, которая очень долгое время манипулировала людьми здесь, на планете, через различные, в том числе, религиозные станции, которые, безусловно, которые, безусловно, тоже нужны были для прохождения опытов, но кому-то они тоже нужны были, согласитесь. И когда вы начинаете кого-то жалеть, это тоже пирамидальная станция, создана для того, чтобы вы отдавали свою энергию, просто отдавали энергию, спасая кого-либо. Ну, скажите мне, пожалуйста, вы возьмете, поселите у себя в квартире людоедов, например, или каких-нибудь маньяков. Давайте я буду говорить вот так вот прямо. Да, это звучит немножко жестко, но справедливо и по-другому любящий родитель своему ребенку не объяснит, почему нельзя лезть в розетку. И я сейчас говорю о неглобальных вещах, о таких, как переход. И я надеюсь, что сейчас вам стало понятно, что есть Земля в координате, где она находится сейчас, то есть вы в этом пространстве. И есть Земля, она уже существует, уже. Где координата, например, А, 3567362, и это координата, где на ней процветает рай, и где вы уже есть там счастливы, довольны, и вы там проживаете 500, 600, 800 лет жизни. Потому что у вас на этой координате другое немного тело, да, его мерность, и там множество различных характеристик, я сейчас вдаваться не буду в них, где существует и левитация, и мгновенная телепортация, и множество других моментов. Есть другие мерности этой планеты, где тоже процветает некий рай, и где находятся только высоковибрационные сущности, то есть за телами людей везде стоит один и тот же бог, да, один и тот же ангел. Например, тот же тронный ангел, он всегда один и тот же, и он стоит за каждым. То есть если мы уберем тела людей, то один и тот же ангел сам собой любит везде сам себя, сам себя благословляет, сам себя повсюду рождает, а сам себе улыбается, сам себе в любви признается, а сам себя повсюду познает через дела, через действия, строит, множит, размножает и так далее, да. Все это уже есть, но к этому нужно прийти. И вы очень-очень-очень сильно хотели прожить этот опыт именно этого перехода, именно это все пройти, пережить это. Дух хочет это пережить, ему нужно дать это все пережить через ваше тело. И теперь, говоря о переходе глобальном, вы уже понимаете, что никто нигде, никуда не исчезнет, это невозможно. Эта мерность останется. Останется мерность, где идет война, останется и другая мерность, она все время есть. Это вы, вы теперь забираете повсюду себя, забираете все свои части, вы в своем сознании, не где-то там, а в своем сознании. Пробуждаете свои клеточки, возносите их, благословляете всех людей, всех-всех-всех, разворачиваете, всех родных, всех близких, всех-всех-все, все звезды, все тела, все небеса, все деревья, все цветы, полностью все. Собираете, 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 разворачиваясь, разворачиваясь, разжались в точку и перешли через звезду в другое пространство. И так звезда за звездой, в день переходя уже миллионы раз, постоянно. Вот смотрите, все есть существо еще. Вот, например, лежит яблоко зеленое. Это сущность зеленого яблока. Вот оно пожелтело. Это сущность желтого яблока. Это уже другая мерность, это уже несколько мерностей вы прошли. Вот сущность уже яблока, это испортилось. Да, оно уже пролежало столько-то времени и испортилось. Вы видите, что прошло время, оно испортилось. Но на самом деле вы уже прошли множество мерностей, и это уже совсем другая сущность. Таким образом и вы бесконечно, постоянно переходите в каждом слове, в каждом звуке, в каждом действии. Сегодня вы один, но уже через час, через два, через 24 часа, завтра, послезавтра вы уже другой. И так как вы являетесь носителем божественного сознания, то ваши характеристики, они постоянно поднимаются в этом, размножаются, расширяются, усиляются и собирают все свои части. Вот таким образом это происходит. Теперь, я думаю, вам стало понятно, что никто, ничто, никуда не уйдет. Просто вы свершаете переход в своем сознании. И для вас, естественно, это выглядит, например, как яблоко, которое лежит, пожелтело, покраснело, и потом оно пропало. Также, и таким образом, когда вы переходите из мерности в мерность, вы не можете с собой взять этих клещей, понимаете, спасти их, взять их всех в охапку и перейти в ту мерность, где их нет. Нет, они просто не смогут на этой чистоте быть, потому что у них другая чистота, любимые, другая, они могут жить только на этой чистоте, где они живут. Вы не можете перейти в ту мерность, где их нет, и взять их с собой, понимаете? Вы не можете взять сущность, которая пришла сюда, чтобы приносить боль, да, чтобы приносить, убивать или еще какие-либо. Вы не можете взять эту сущность, которая стоит за этим человеком, и перенести ее в мерности рая. Вы не можете это сделать, потому что она не сможет там жить. Она там просто-напросто растворится, понимаете? Она будет бежать, она будет бежать от этого просто и над вами еще издеваться, и может вас еще держать в этой мерности, чтобы вы поиграли спасителям. И тогда что произойдет? Вы застрянете среди клещей, понимаете? Вы просто застрянете. Вы будете играть в их игры и постоянно их спасать, жалеть. Тем самым они будут сосать с вас кровь. А на самом деле их нужно просто оставить и перейти. Не рассуждать по-человечески. Оставить и перейти. Смотрите. Есть такое выражение, и оно самое верное в переходе в новом времени. Выражение это, что спасись сам, и тогда спасутся многие. Я вам его переведу. Перейди сам, и с тобой перейдут многие. Потому что ты не можешь перейти только сам. Ты не можешь только это тело перенести. Ты каждый раз весь свой мир, камера целого, всю землю, все полностью, все звезды. Ты сворачиваешь их, ты всем все прощаешь. Отпускаешь ты их сворачиваешь и переходишь. Но если ты перешел в ту мерность, частоту высоковибрационную, где на этой частоте нет клещей, нет паразитов, нет микробов старого порядка, нет бактерий старого порядка, то они просто останутся на той частоте, где они останутся, где им положено быть. И все, кого вы собрались спасать. Когда у нас в чате Олексочка написала, что мы сделаем все, чтобы эти два с половиной миллиарда пробудились. Для начала нужно сделать все, чтобы пробудились вы, поймите, чтобы пробудились все ваши клеточки сознания, чтобы пробудилась вся ваша животная сила и вознеслась, вознеслась высшие миры. Понимаете? Вот что. И тогда вы увидите эти изменения вокруг, как будут меняться люди. Дальше, чтобы вспомнили другие, но это не спасение, а просто дух вспоминает себя, собирает все свои части и просто начинает действовать. И от его действий, естественно, пробуждаются другие, приходят на этот звук. Далее, когда мы говорим о других, кто все-таки выбрал остаться и играть, они выбрали остаться в своих мирностях, но рано или поздно они тоже эволюционируют, потому что Вселенная не стоит на месте, Мироздание не стоит на месте, все эволюционирует, те же клещи, все эволюционирует. Но мерность клещей и другие мерности, они останутся, их нельзя никуда с собой перенести, это невозможно. Вы можете просто сами перейти в эту мерность и в ней находиться. В мерности несчастья, в мерности спасителя, играть там, спасать кого? Только в своем сознании. Благословляйте, любите, не нравится вам какой-то человек или его болезнь, у себя, у себя разверните в своем пространстве, у себя договоритесь с богами в своем пространстве, чтобы все люди были счастливы. понимаете, в своем пространстве, в своем сознании и постоянно переходите. И еще один момент, когда вы, вот мы с вами, допустим, встретились, мы с вами вместе. Я несколько раз вам говорила, еще раз повторюсь, что единство наше не в чате, единство наше с вами в том, когда наши меркаба, наши меркаба захлопываются вместе. Представьте, что вы жили без своего корабля, за вами пришел корабль, меркаба. Он вас поднял. Вы прошли посвящение, да, по вот этим как раз всем торам, по этим порталам, то есть из одного измерения в другое, сверх ускорено то, что вы прошли за три месяца. Если бы это разложили бы на жизни, то это минимум 30 жизней. Представьте, вот представьте, как много планет, да, вы видите в четырехмерном пространстве. Представьте, что это просто триллионы вот таких вот цепочек, вот таких вот порталов вы прошли в сознании. И потом только эти меркаба, когда они синхронизируются, они захлопываются и объединяются. Представьте, как в один мощный, огромный корабль. Только так. И это единственное единство. Поэтому вы не можете сказать, сказать, что вы идете с кем-то или за кем-то, с Камалая, с Рафаэлем, или за ними, или еще там за кем-то, с Академией, без Академии. Вы можете сказать, что только так, что вы в своем пространстве соединились с кораблем Меркабах, с кораблем источника питания. Значит, вы стали этим. Значит, вы соединили все свои части и стали Духом Единым, который весь безмерный океан. И Он через это тело действует, говорит, действует руками, ходит ногами. Он познает этот мир через это тело, через действие. Дух познает себя через действие. И один и тот же Дух, естественно, у него один и тот же план, развитие, познание себя и перехода, перехода, перехода. То, соответственно, вы ни с кем-то, ни за кем-то куда-то идете, а вы себя познаете, вы свои части собираете, свои частички. И тем самым вы свои части питаете, и ваша задача — собрать их всех. Ваша задача — зажечь их, сплавить в один огонь, в одно единое целое. Чтобы ваша Меркабаха, ваш верхний, нижний мир в серединке сплавился, и родился Бог Христос. Меркабах. Понимаете? Чтобы вы были все время в середине. Не вы, а в нижних мирах, кто постоянно кого-то спасает, или еще там наоборот является тем, кто вызывает жалость, кого нужно спасти. Не вы в верхних мирах, а спасители, да, верхние, да, этажи Меркаба, да, это доброта, нижние, злоба, и вот это вы все время делите. А общая середина — любовь. И тот, и этот, и темный, и светлый, и небо, и земля, и мужчина, и женщина, и луна, и солнце. Все, понимаете, служит Духу единому. Все без разделения. Поэтому план, и невозможно иметь в плане Отца, вот единого этого тела, да, сознания. Невозможно иметь препятствий, потому что все служит плану. И темное, и светлое, и серое, и красное, и зеленое, потому что это все есть одно. Просто мы так договорились, что это будет красным, это темным, это серым, это будет здесь, это будет там. Поэтому, любимые, теперь посмотрите, насколько это даже в божественном сознании вызывает огромную улыбку, да, когда кто-то пытается кого-то спасти. Да нету никаких спасителей, нету в божественном сознании. Кого спасать? Каждый есть на своей полочке. Все лежит на своих полочках. Каждый в своей мерности. Есть только переходы. И вот что касается планеты, перехода планеты, мы подготавливаем свое сознание, свои частички сознания к этому. Оно просто пройдет сверхускоренно. Сверхускоренно этот переход, и все. Сверхускоренно. Так что, любимые, родные, просто отбросьте эти старые одежды. Отбросьте, и все. Не нужно об этом думать. Не нужно думать, как у себя дома поселить полный дом клещей, тараканов и так далее. Вот это откровенно, это так, как оно есть. Просто нужно выйти из этой мерности, из их мерности и идти дальше, и оставить их с любовью, потому что это тоже чистота одного и того же духа. Он тоже себя таким образом познает. Вы просто все время выходите. Выходите. А если вы хотите пострадать, то вы заходите в эти мерности. Это уже выбор каждого. У вас, у каждого есть свой выбор. И вспомните, с чего я начинала наш с вами путь. Я вам сказала о том, что перейти в сознание рая – это сознание. Да? Мы не будем с вами играть в какие-либо игры сознания. Возможно, только тогда, когда вы во всем своем мире наведете порядок. Во всем своем мире. А значит, вы без воздействий, а это и есть без разделений. Это и есть без разделений – любить так, чтобы не воздействовать. Вам знакомо даже родителям, мамам, дети которых играют, например, в песочницы и хотят извозиться в грязи. Одна мама будет наблюдать, смотреть и даст ребенку это прожить. Она даст прожить ему головой, окунуться в эту песочницу, испачкаться, перепробовать это все, прожить этому, удивиться, где-то поплакать и еще что-то. Она даст ему это прожить. Она будет наблюдать за ним с любовью, потому что ребенок хочет это прожить. И будет наблюдать. Да? Только не допуская того, что вы там уже там с ребенком какие-то такие моменты серьезные случились. Точно так же, точно так же, другая мама, она не даст этого прожить, она не даст делать, она будет постоянно воздействовать и с ребенком входить в эту карму постоянно. Да? И потом дети вырастают и говорят, мама, ну почему ты не дала мне вот так, вот так и вот так. Вот истинно мудрые, любящие родители, небесные родители, наблюдающие за нами. Они дают нам прожить все то, что мы сами себе прописали, не воздействуя на нас абсолютно никаким образом. Никаким образом. И вы также просто разворачиваете всех и все в любви, в своем пространстве. У нас нет задач никого спасать. Поймите, что та же, то, что, ну, как называют, да, жатва, переход, оно уже началось. Особенно оно ярко началось, проявилось в 2018 году, когда открыли шлюзы. шлюзы нижнего мира и верхнего мира, да, когда начали забирать своих. Она уже идет, она уже проходит, да, потому что уже идет этот переход. Невозможно, чтобы он одним разом перешел, и все. Вот вы видите, как мерной за мерностью, мерной за мерностью, вы переходите и переходите, переходите и переходите. Каждую секунду под вашими ногами новая звезда. Но когда вы переходите осознанно, то вы попадаете в те координаты, в которых вы себе прописываете, как новый контракт, да, новую жизнь, абсолютно новую. И поверьте, вы ее проживете сполна. Все, что вы у себя закубировали, все, что вы осознанно разворачиваете, проходите с абсолютным осознанием в теле сознания Христа. То есть теле сознания Бога, значит, теле сознания сверхчистоты. Бог — это чистота, любовь — это чистота, сверх-сверхчистота, плазмоидное тело, плазмоид, энергия, понимаете, высочайшая энергия Духа Творца. И таким образом, таким образом, вы постоянно, постоянно свершаете переход. Все, все остальное — люди. Поэтому, родные мои, любимые мои, отдайте все Меркаба, отдайте все это команде Меркаба, боги, именно боги, высшие, высшие цивилизации. Это ваши высшие станции разума, высшие станции сознания. Они со всеми разберутся, они все в гармонии, в баланс, все по полочкам разложат, кто где, в какой Мерности. И самое важное, чтобы не вы держались за Мерности, это не вы хотите спасти, понимаете, а вы застреваете сами в тех Мерностях. Я на примере привела клещей, то есть не вы хотите спасти клещей, а вы застреваете в этой Мерности сами. Вот что происходит. Все наоборот происходит. Поэтому не застревайте, а переходите, и тогда вы увидите, что спасать некого. Вы перейдете и увидите в этом мире, что все счастливы, все гармоничны, что мир становится все лучше и лучше, лучше и лучше. И тогда все эти игры закончатся, закулисные игры и так далее. Наблюдайте, наблюдайте за этой прекрасной жизнью, любите эту жизнь целиком. И сознание наблюдателя, целого духа, творите, творите эту жизнь. И не позволяйте никому, абсолютно никому, ставить какие-либо пирамидальные станции и вызывать у вас эти эмоции. Сразу же вспоминайте, что все-все-все, все-все-все-все-все-все есть любовь. Все-все-все служит во благо. Абсолютно все. Абсолютно. И что вы постоянно переходите туда, где вы есть тот, кто совершенен во всем. Сверхчеловек, совершенный человек, в совершенном сознании рая, в сознании. Потому что вы есть одна сущность, Ка мира целого, Мерка Бах, вся планета, это вы любимая. Думаю, что я развернула, достаточно передала вам. И любите, любите эту жизнь. Не просто, как вы смотрите на деревья, цветы, я люблю эти цветочки, и я люблю эти деревья. А любите все целиком. Любите без разделений, не просто чувствами, как говорят, безусловная любовь, Бог любит безусловную любовь, как чувства. И люди терпят, но говорят, я люблю тебя, страдают, но говорят, я люблю тебя. Нет. Просто перейдите на эту чистоту. Так и скажите, Камада Меркабах, включить чистоту подлинной любви. И тогда вы увидите, почувствуете эту невероятную чистоту. Чистоту любви, где невозможно не любить все эти планеты, все эти мерности, просто осознавать, что та мерность, которая вам необходима, туда вы просто переходите, там вы находитесь. И там вам все служит. Итак, перед вами всегда звезда. Можете смотреть, как и в небо, как представлять звезду. И вы в нее входите и переходите в новую мерность. Или вылетаете на крыльях. Просто представляете. И так вы говорите координаты, в которые вы перемещаетесь. Вы знаете, как эти координаты произносить. И все. И давайте прекратим все эти игры спасителей, что мы создаем какой-то рай. Да не можем мы создать никакого рая на планете. Поймите, это невозможно. потому, потому что здесь есть та мерность, которая она есть. Мы можем только перейти, понимаете, мы можем только проиграть сценарий опыта, чтобы другим частичкам, в том числе духом, на том каком плане показать, напомнить, как это, как это. Любить, 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 любить. И перейти значит навести в своем мире порядок, в своем мире порядок. И перейти. И все. Перейти туда, где этот рай уже есть. А те, кто играет в игры, что хотят сами этот рай создать, да, или спасти кого-то, это разделение, это навязанные пирамидальные станции. Все это придет, все это развернется вам, любимые, обязательно. Все обязательно, обязательно. Я верю в вас и я безмерно люблю вас. И здесь и сейчас с абсолютной, безусловной, любовью я разворачиваю для каждого из вас счастье, для каждого счастье, любовь подлинна, без иллюзий. любите жизнь, любите, не играйте, а любите ее целиком. Смотрите свою жизнь, как свое личное пространство сознания в теле духа целого и переходите туда, где вы желаете быть. Перешагивайте, шагайте по тем квадратам, в которых вы хотите находиться и постоянно взаимодействуйте с Миркабах, постоянно взаимодействуйте с командой Миркабах. И тогда вы увидите, что вы уже находитесь в сознании, которое и есть сознание рая, воплощение рая. это сознание Миркабах. Теперь осталось только время, чтобы переместиться и ваши действия осознанные. Люблю вас всем, всем сердцем. Обнимаю. Миркабах.